Казахстанцам могут запретить выезжать за границу из-за банкротства. Сегодня в Минфине презентовали новый законопроект. Согласно документу, с учетом международного опыта, предлагается ввести три вида процедур в зависимости от суммы и длительности долга. Первое – это восстановление платежеспособности. При наличии стабильного дохода есть возможность получить в суде рассрочки на оплату долгов до пяти лет. Правда, для этого нужно согласие обеих сторон – должника и кредитора. Второе – внесудебное банкротство. Его можно применить в трех случаях, если человек имеет просрочку более пяти лет или если долг не погашен в течение 12 месяцев. Сумма при этом не должна превышать 300 тысяч тенге. А также начать процедуру банкротства могут граждане, у которых долг в сумме до пяти миллионов тенге не погашен в течение шести месяцев. Судебное банкротство будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше пяти миллионов тенге – это 1600 МРП. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах, вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять только в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Согласно данным Кредитного бюро, на сегодня просрочки по кредитам имеют более миллиона казахстанцев. Также есть должники по коммунальным и налоговым платежам. В Минфине обратили внимание на последствия при объявлении себя банкротом. Это и запрет на выезд за границу и ограничение на получение кредитов.